Дистанционная установка программы в таком версии 2020.23 Установку будем производить на компьютер заказчика Давайте посмотрим характеристики компьютера, на который будем устанавливать программу Здесь у нас установлен Windows 7 Ultimate, Service Pack 1 Процессор у нас AMD A6-9225 Оперативной памяти 8 ГБ, разрядность Windows 64 бита Собственно, значит, характеристики по системе у нас подходят по минимальным рекомендованным Ниже Service Pack 1 на Windows 7 программа у нас в AutoCom не устанавливается Давайте сейчас также мы посмотрим На запущенных задачах у нас антивируса нету Я поговорил с заказчиком, он сказал, что антивирусы не используют сторонние Поэтому можем, в принципе, без проверки, наверное, приступить к распаковке архива Значит, сама программа, установщик программы у нас находится в данном архиве И давайте его распакуем через 7-Zip Нажимаем распаковать Распаковку будем производить на рабочий стол Потом у нас просят ввести пароль Пароль у нас в Delphi 36 А, давайте, наверное, сначала полностью не будем распаковывать Сейчас я проверю Во-первых Виндовский защитник Включен или отключен Так, у нас включен И брендмауру давайте проверим Тоже все это дело я отключаю Брендмауру у нас отключен Для того, чтобы у нас не удалились файлы из программы при установке Сейчас я через 7-Zip тогда делаю открытие архива Распакую подготовку Windows 10 fix Распаковали подготовку Значит, в этой папке у нас находится программа подключения защитника Windows Поэтому запускаем Defender Control Отключаем защитник Windows Сейчас я посмотрю, центр обновления Windows работает ли у нас или нет Так, ну да, у нас центр обновления Windows функционирует И давайте сейчас тогда его также отключим Отключение центра обновления Windows мы производим для того, чтобы При следующих обновлениях у нас он не обновил, не восстановил защитник Windows Так, собственно, все мы это сделали Теперь можем полностью распаковывать архив Как вы можете видеть, у заказчика установлен Delphi старой версии Это 2017 по-моему Да, 2017 Ref3 И установлен, как я понимаю, WoW Не знаю какой Собственно, удалять мы это все не будем Так как у нас новый релиз не конфликтует с новым софтом С 20-м релизом Autocom Delphi Итак, у нас распаковался архив С предварительной папкой Здесь нам необходимо запустить установщик программы Autocom Запуск делаем от имени администратора Принимаем соглашение, Next Далее необходимо ввести пароль Пароль у нас Находится в текстовом документе Сейчас я примерно синхронизую языки Между компьютерами Так Скопировал Вставляю сюда Нажимаю Next Так Видимо лишнее Значит далее Мы установим программу Coding диска C Для этого мы Стираем программ файл Нажимаем ОК Нажимаем Next Оставляем галочку на создание ярлыков на рабочем столе Нажимаем Next Install И ждем пока программа распакуется Так у нас распаковалась Autocom программа И теперь нам необходимо установить Дистрибутив Для корректной работы программы Здесь у нас вяжется плюс-плюс Который уже установлен Мы сделаем восстановление Потому что программа в таком у нас привередливая Под дистрибутив Ей нужен конкретно тот, который В ней залит Установщики Так Теперь у нас устанавливается SQL Нажимаем Finish И здесь производится теперь установка Net Framework Сейчас посмотрим, есть ли у нас установлены Net Framework на данном компьютере Так У нас выдала ошибка То, что Net Framework у нас уже установлен Закрываем установщик Далее устанавливаем драйвера на сканер Теперь мы нажимаем Finish Программа у нас установлена Далее нам необходимо теперь активировать Нашу программу легковую и грузовую Активация у нас происходит Одним ключом на обе программы Запустим любую из программ Допустим, вот грузовую, как я сейчас запустил Далее у нас в таком окошке требует ввести email Email мы возьмем из почты, которая требует программа Скопировал я, не скопировал Вставляем сюда, в программу Нажимаем Next Текстовый документ закрываем Предварительная папка она пока тоже не нужна И теперь нам программа выдала System Modification Ключ для активации Собственно, этот ключ мы копируем Далее я сворачиваю Unidesc Перехожу на свой рабочий компьютер Запускаю программу по активации ключей В папке System ID Точнее, в пункте System ID я сейчас Ставлю ключ Далее Generation Activation Копируем ключ, который у нас выдала программа И вставляем его в автоком Далее нажимаем Activate И ждем, пока программа активируется Так у нас происходит активация Продолжение следует... Итак, у нас программа активировалась Запустилась Запустилась она на английском языке Поэтому мы сменим язык Перейдем, выберем русский И применим настройки Собственно, теперь у нас все Программа полностью переведена на русский Полностью работает Можете наблюдать Все марки автомобилей Которые поддерживает Грузовая программа в таком Легковая, естественно, у нас активировалась Автоматически Сделаем запуск Продолжение следует... Продолжение следует... и вот у нас запустилась легковая программа автоком здесь у нас уже марки под легковые настройки установки оборудования здесь у нас устанавливается связь со сканером и прошивание сканером также заказчик меня попросил прокинуть ему прошивку под одноплатный сканер давайте это проделаем так сейчас я переду в предварительную папку только дополнительно так нет вот пока прошивки и дополнительно у нас находятся старые прошивки мы распаковываем прошивки архив с самыми последними актуальными прошивками далее переходим в папку здесь у нас находится папка для одноплатных двуплатных и для одноплатных сканеров выбираем самую последнюю прошивку копируем все эти значит наши файлы переходим по расположению программа в таком далее нам необходимо найти папку фильм вы здесь у нас автоматически устанавливается с программой прошивка 1622 мы и удаляем и вставляем сюда так я видимо не скопировал и вставляем сюда нашу 32 01 прошивку собственно все прошивка у нас прокинулась осталось заказчика только будет прошить сам сканер при подключении драйвера также установились при установке программы поэтому сложности не возникнет так но я на этом дистанционку закончу если у вас есть какие вопросы задавайте в группе сообщества либо в комментариях под видео спасибо за внимание